Дорогие друзья, всем привет! Значит, вчера я выступал на соревнованиях и столкнулся с тем, что мне нужно было делать повторение в такой, все-таки, непривычной для себя манере. Если вы следите за моей деятельностью с момента начала ее, я имею в виду конкретно подтягивание, в момент начала проекта жиробосмотрники, то вы могли видеть закономерное совершенствование и улучшение техники. То есть начальная техника у меня была прямо, скажем, сырая, в процессе она изменилась, стала более чистая, добавились паузы, потом добавилось заведение подбородка, я начал разнообразить манеру. И вот сейчас настало время окончательно технику оформить под ту манеру, которую я буду делать далее, которая будет являться для меня универсальным измерителем результата, к которой я закономерно пришел и которую нужно сформулировать и сейчас, скажем так, выделить и отдельно о ней сказать. Значит, в чем заключается техника? Пауза между повторениями минимум 3 секунды. Настя просчитывает паузу про себя, или я стараюсь выделить четкую паузу 3 секунды между повторениями. Касание ключичной ямкой перекладины. Это не касание шеи, это не что-то такое, касание ключичной ямкой. То есть вот это вот. Положение головы для меня не принципиально. Понятно, что положение головы это какой-то такой побочный момент, который никак не влияет на высоту. Да, если мы говорим о том, что мы касаемся вот этим местом, конечно, в таком случае это важно. Однако я для себя определяю такой вариант подтягиваний, который предполагает именно ключичную ямку. Конечно же, никаких рывков, никакой поддачи с ног. Более того, ноги сомуты в нижней точке в ходе выполнения подтягиваний. Вот такая вот манера. Сегодня я произведу первое тестовое измерение с блином весом 15 килограммов. Посмотрим, сколько я сделаю. Посмотрим, как удастся соблюсти самим собой обозначенную уже манеру. Потому что я понимаю, что в общем-то она довольно такая. Довольно, скажем, скрупулезная. Довольно такая сложная. Но это именно то, к чему я буду стремиться в дальнейшем. Это будет являться измерителем все остальные манеры. Они останутся, конечно же, в плане. Но будут как вспомогательные меры. Как такие элементы тренировки, но никак не уже измерителя прогресса. Значит, сейчас измерим собственный вес. Давайте посмотрим. Видим, что вес планомерно снижается. Я уже с прошлой среды не ставил химию. Последние несколько недель у меня были только короткие препараты. Тестостерон, пропионат. Длинный эфир был, я уже не помню когда, больше месяца назад. Сегодня я сдал анализы. Я еще не получил их на почту. Однако я предполагаю, что уже в момент публикации ролика я анализы приложу к видео. Они уже должны будут прийти. Сегодня, возможно, к вечеру. Или же завтра, может, в обед. Когда анализы придут, тогда ролик, соответственно, и выложу. Посмотрим, что показала первая на этот момент сдача. Потому что анализы, конечно же, я настроен сдавать регулярно, чтобы подтверждать тот факт, что я не нахожусь на курсе анаболических стероидов. Более того, мне самому интересен факт определенной динамики. Я уверен, что у меня будет тестостерон в стабильном нуле. Ну, плюс-минус 2-3 наномоля, что является погрешностью за счет выделения гормона передней долей надпочечников. Вот. Это и будем проверять, это и будем отслеживать. Кроме того, были сданы еще другие анализы. Общий анализ крови. А вот это СТ. Мне сейчас интересно было посмотреть магний. Потому что я пью много антоцидов, и я сталкиваюсь с риском гипермагниемии. Там после моего стрима написали, что Димончик чешет лицо. Видимо, волнуется. На самом деле, нет. Я чешу лицо, потому что у меня работают кондиционеры. Они лицо сушат. Ну и, конечно, вполне закономерно и, возможно, риск повышенного магния. Потому что я стараюсь антоцидами гасить любой выброс соляной кислоты в гортань. Ну, давайте непосредственно приступим к подходу. Посмотрим, что покажет первое контрольное измерение. Димончик чешет лицо. Продолжение следует... Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 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 ну что друзья если брать план который я себе обозначал это плюс 15 на 8 я делал на своей бомбовой пробежки уже сейчас наверно не найду но я делал вы помните 20 на 8 и в последнем повторений касания увы не было не дотащил двадцатку на 8 сегодня также себе зачет я пускаю 9 раз не 10 потому что в десятом не дотащил нужно посмотреть еще за стороны как там обстоят дела в плане ног как обстоят дела в плане других моментов но в целом я могу сказать что подходом я ну доволен вчера я выступал сегодня такой плюс я вчера выступал еще вечером потренировался поэтому результат хорош сегодня 22 вот ну и в общем и целом но после ролика который я выложил который был на улице мне написали что я заплыл но давайте как сказал один великий мудрец весь пресс и демонстрировать не буду но какую-то презентацию сейчас произведу знаю что там видно но что-то посмотрите я не хожу блять вот такой прожатый по жизни понимаете ну вот не хожу я такой нормальное положение расслабленное такое когда животик чуть-чуть втянут но без прожитки вот это вот понимаете поэтому то что вы такое пишите у нас же не демонстрация формы ехать за это первое второе когда на улице прохладно закономерно пропадает всякий памп потому что холодно извините венозность все вены попрятались весь такой какой-то да и конечно я же не долбоеб да одно дело в пути и баньком вылезти на улицу заболеть вы помните вот за последнее время вот возьмите зиму коронавирус хоть раз я сказал что я простудным чем-то заболел нет потому что если я вот такой вот хуйню и страдаю то предварительно нужно специально сделать загрузку поэтому подводим итоги все кто написал про то что я заплыл их сведения недостоверны вот вы ошиблись я не заплыл второе с химией я слез посмотрим на результаты прямо сейчас открывайте описание не скорее всего там есть третье с пятнашкой контрольное измерение сделал на один раз больше планированного четвертое новый стандарт для себя я обозначил и закрепил ну и пятое завтра или уже сегодня не знаю зависимость того когда публикуется этот ролик а именно во вторник 23 во первых поздравляю всех с праздником кто причастен мужчины дорогие вас поздравляю тех кто стужил уж тем более ну и стрим все время спасу кукоцки во вторник 20 по москве 19 по киеву всех жду до новых встреч друзья увидимся за ним спасибо за рекорд отличный подарок для блогер на века так ну что сделал 10 конечно мог бы датащить надо импульс поддавать все-таки мощнее я тебя так считала и ты еще больше делал что я считал вас 1223 мне нужно еще работать над раскачкой потому что чтобы залететь себе вот сюда мне нужно делать немножко снахлёста и привыкать в такой манер чтобы попадать при обратном ходе четко в эту позицию поэтому для первого раза хорошо но работающим но начало нас постоянно прожатом состоянии воду друзья но я все-таки не могу не оставить без комментариев свои анализы этого просто их приложить но вот только что я их получил и настолько вот они соответствуют на сто процентов моему видению что просто я не могу их оставить без комментариев общий анализ крови я вчера выступал на соревнованиях общий анализ крови идеальный просто идеальный просто такой какой он должен и может быть я думал будет хуже ну что я в последнее время ебашу каждый день без продыху и прекрасный идеальный общий анализ крови мне пришел сперва общий анализ крови посмотрел порадовался но потом не пришел гормональный профиль АЛТ и АСТ, как и водится, у меня немножечко повышены. Подозреваю из-за желчного. Магний повышен, но в референте. Это значит, что все-таки у меня вот два пустых флакончика алмагеля. Все-таки я не перебираю. Хоть и много его пью возле верхней границы. Я, если честно, думал, что тестик еще фонит. Однако у меня сейчас тестостерол 4 наномоля. Вы можете спросить, хули ты тащишься? А тащусь я только потому, что все четко в рамках того, как я себе обозначаю. Вот я вижу это так, и оно так в итоге и получается. Как бы это ни звучало чесвешно, слишком оптимистично. Но я настолько хорошо контролирую ситуацию, как не контролирует никто. Итак, 4.09 тестостерон. И я подозреваю, уровень его снижался вплоть... То есть я уже выступал на соревнованиях уже с низким тестиком. Я прекрасно себя чувствую. У меня сохранился запал, желание. Все прекрасно. В ближайшие дни, я полагаю, он опустится где-то к 2-3. И будет там вот в этом флэте колебаться. Я говорю 0, потому что все-таки тестостерон коры надпочечников. Ну, как бы это так очистов в рамках статистической погрешности. Итак, друзья, анализы будут сдаваться регулярно. Полноценный разбор, подробный, в пятницу на стриме. Ну, а я фиксирую сегодня, в понедельник, 19.50 на часах. Видосик я выложу уже через часочек. Я фиксирую начало натурального пути. Не натурального пути, а начало нулевого пути Головинского. Всем пока.